МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служит основанием для предположений многих ученых о неизбежности скорого истощения нефтяных запасов, в частности, легко добываемых запасов традиционной нефти. В чем проблема нефти? Проблема в том, что те легкие запасы, та жидкая, легко извлекаемая нефть, она, конечно, кончается. И вдоль запасов все больше и больше преподают вязкие и высоковязкие нефти. И так называемые традиционные запасы, которые сегодня мы просто не умеем добывать. Вот эту почти твердую нефть, как добыть из земли, она располагается на разных глубинах. От 100 метров до 5-6 километров, в большей глубине. И в каждом случае это огромное средство. Это экономическая рентабельность добычи такого нефти. И, конечно, сегодня стоит вопрос о том, как эту нефть добыть рентабельно, так, чтобы не навести вреда экологии окружающей среде. Как известно, Татарстан – один из лидеров в России по запасам тяжелой и сверхвязкой нефти. Приоритетное направление «Эко-нефть» направлено на решение многих проблем по добыче углеводородов нетрадиционными методами. В частности, тяжелых нефтей и битумов с помощью применения паротепловых технологий. Месторождение тяжелых нефтей и сланцев представляет у себя достаточно твердые пористые породы. Для того, чтобы превратить их в жидкое состояние, необходимо температурное воздействие. Ну и в данном случае именно этим и занимается лаборатория. Значит, исследование физико-химических параметров при процессах горения является важной составной задачей для мотеллирования данных процессов. Данная лаборатория является первичной. Это скрининговая лаборатория. Сюда поступает вся основная информация по месторождению, его параметры, его характеристики. Процесс окисления тяжелых нефтей является очень сложным для его понимания и требует огромного комплекса лабораторных исследований. Поэтому после проведения термического анализа сотрудники уже следующей лаборатории «Внутрипластовое горение» изучают процесс окисления при линейном изменении температуры на уникальном и единственном в России оборудовании с собственной разработки Казанского федерального университета. Чем занимается наша лаборатория? Вот как раз мы говорили, что мы изучаем окисление тяжелых нефтей в пористих средах. И вторая задача наша – мы разработываем новые катализаторы, испытываем их в ходе процесса и судим после получения результатов, подходит ли процесс «Внутрипластовое горение» в таком же резервуаре или нет. Вот это вторая наша задача. Третья – мы моделируем породу, то есть синтезируем наши частицы, то есть породу, и смотрим влияние, размер породы на процесс окисления нефтя. Кроме «Внутрипластового горения» при добыче тяжелых нефтей в мире активно используется закачка пара. Эта технология при всех достоинствах имеет один существенный минус – она дорого обходится нефтяным компаниям. Поэтому ученые Казанского университета исследуют, как можно ее улучшить за счет использования уникальных катализаторов, разработанных сотрудниками лабораторий прямо на месторождении, непосредственно внутри пласта. Лаборатория занимается изучением процессов акватермольза, высоковязких нефтей, то есть это процессами преобразования нефти внутри пласта под действием пар, температур, соответственно, и давлений. Мы занимаемся также изучением повышения энергоэффективности данных процессов за счет применения катализаторов. В нашей лаборатории разработаны и запатентованы катализаторы прекурсорного типа для повышения интенсификации нефтеизлечения паротепловыми методами воздействия. Прежде чем использовать новые разработки на реальных месторождениях, сотрудникам необходимо протестировать все технологии и убедиться в том, что они действительно эффективны. Для этого в Казанском университете создан центр масштабирования новых технологий в нефтедобыче. В этом центре у нас есть несколько пилотных установок, уникальных, которые были созданы сотрудниками Казанского университета. Одна из них — это труба горения. Она ориентирована на исследование и масштабирование технологий закачки воздуха. Эта технология уникальна тем, что мы создаем энергию непосредственно в пласте. Это очень сильно повышает энергоэффективность этого метода. И к тому же за счет того, что мы закачиваем воздух в пласте, возникает реакция окисления, они выделяют эту энергию. И за счет этой энергии мы можем настолько увеличить эту температуру, что можем создать условия для поддельной переработки тяжелых углеводородов. Таким образом, эта установка позволяет нам получить много ответов, которые позволят более эффективно использовать технологию в пластовых условиях. После того, как сделаны выводы об эффективности катализатора, на втором этапе проекта делаются рекомендации по использованию в конкретном месторождении того или иного вещества в качестве усилителя нефтеизвлечения. Но для того, чтобы определить показатели месторождения, необходимо изучать множество данных. Для более эффективного исследования ученым Казанского федерального университета было разработано уникальное оборудование, которое делает не только быструю фотографию и сканирование керна, но и определяет различные диапазоны спектра. То есть с его помощью можно проводить анализы с разными данными коротажа и с помощью данных фотограмметрии определить параметры пористости и кавернозности. Данный сканер керна позволяет проводить комплексную съемку керна в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом диапазонах спектра с различными параметрами подсветки, соответствующим тоже ультрафиолетовым и инфракрасным, проводить флюоресцентный анализ и также уникальность оборудования вместе в комплексе с программным обеспечением. Это позволяет реконструировать трехмерный образец виртуального пространства уже для потом определения параметров пористости и кавернозности, которые тоже важны для нефтяников. Эффективность и актуальность разрабатываемых учеными эко-нефт технологии и ноу-хау подтверждены большим интересом к ним со стороны реального сектора экономики. Только за 2017 год ученые КФУ были задействованы более чем в 20 проектах крупных нефтяных компаний. Растет и число подписанных соглашения о сотрудничестве. Растет география. Разработки КФУ активно внедряются и испытываются не только в Татарстане и Западной Сибири, но и за пределами России. Мы совместно с «Акнефтью» делаем такую информационную систему с датчиками, которая позволяет определить, а где же мы уже добыли, а в каких местах еще мы не добыли, к нам нужно сказать пар. Кроме того, у нас очень интересный проект тоже «Статнефтью». Сегодня мы используем катализаторы для того, чтобы закачать их под землю, уменьшить вязкость нефти, то есть уменьшать нефтепереработку под землей. Вот этот проект «Нефтепереработка под землей» был анонсирован нами лет 4-5 лет назад, и сегодня он уже как бы обладел, вот эта идея обладела массами. Сегодня этот проект мы делаем и с «Зароднежнефтью», и с «Лукоилом», с «Тритеком» компанией, да, и с кубинской компанией «Купет», и в Колумбии, и в Китае, и «Синопек», и «Петрачайна» тоже заинтересованы в этих проектах, и сегодня у нас очень есть заключенный проект. Таким образом, мы можем констатировать, что российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании не просто тестируют новые разработки ученых университета, но и полноценно используют их в своей работе, а значит, приоритетное направление «Эко-нефть» Казанского федерального университета действительно представляет интерес не только в научной среде, но и для крупного бизнеса в глобальной нефтегазовой сфере.